В эфире информационно-правовая программа «Де-факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Суррогатный алкоголь послужил причиной гибели двух жителей деревни Уза Гомельского района. У гомельчанина изъята партия на свае. Инспектор, который мне помог. Новая акция ГАИ. Задержана пенсионерка, которая занималась незаконными валютно-обменными операциями. Суррогатный алкоголь послужил причиной гибели двух жителей деревни Уза Гомельского района. В минувшие выходные их бездыханные тела в хозпостройке обнаружил хозяин домовладения. Хозяин загородного коттеджа приютил у себя двух бездомных, которые до этого побирались на городской свалке. В обмен на крышу над головой, еду и скудный быт мужчина с женщиной помогали по хозяйству. Обнаружив днём воскресенье своих работников мёртвыми, мужчина сообщил в милицию. В выездном на место происшествия, соответственно, оперативной группы действительно было установлено, что в одном из бытовых помещений хозпостройки находятся трупы мужчины и женщины. Это местные жители. Они нигде не работали, безработные. Но так как у этого мужчины большое хозяйство, то есть они помогали ему в ведении хозяйства. При осмотре трупов, видимых признаков насильственной смерти, установлено не было. Тела направлены для производства вскрытия и установления причины смерти. В настоящее время проверку проводит во Мирске районное отдел следственного комитета. Каких-либо документов, подтверждающих личностей погибших, найдено не было. Хозяин домовладения также затруднялся сказать, кто у него проживал. Труп женщины, местные жители опознали сразу. Труп мужчины, дабы опознать лицо, пришлось его дактилоскопировать. И сравнивать с нашей базой данных по АДИС, мы установили личность потерпевшего. Это оказался гражданин Д. Леонид Николаевич. На месте происшествия были найдены две пластиковые бутылки с остатками жидкости, которую предположительно употребляли погибшие. Как они появились в хозпостройке и что это за жидкость, следствию предстоит еще выяснить. Тела погибших доставлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и выяснения причины смерти. На вскрытие подтверждено отравление. На настоящий момент конкретный яд, который приняли, яд был принят внутрь, конкретный яд устанавливается. Мужчина и женщина умершие. Известно также, что выпивали какую-то неизвестную жидкость, а не втроем. Один человек выжил, потому что почувствовал себя плохо, вызвал искусственную рвоту, что, собственно, наверное, спасло ему жизнь. За прошлый год от употребления спиртосодержащих жидкостей только в нашем регионе ушло из жизни 240 человек. В 2014 году таких смертей было 255. За два последних года от отравления суррогатом умерло 28 человек. В деревне Буйничье Лельческого района лошадь провалилась в заброшенный колодец. Спасатели отреагировали и помогли хозяину поднять животное на поверхность. 5 марта в Центр оперативного управления Лельческого районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение от мужчины о том, что рядом с домом задними ногами в колодец провалилась лошадь, и он самостоятельно вытащить животное не может. По прибытии на место было установлено, что лошадь находилась в колодце с водой глубиной около 3 метров. На поверхности была только голова и передняя часть туловища животного. Было решено привлечь трактор-манипулятор Буйнического лесничества, и буквально в течение 10 минут работники МЧС совместно с сотрудниками Буйнического лесничества перевязали лошадь хозяйственными пожарными рукавами, и лошадь была извлечена. Домашнее животное не пострадало, ветеринарной помощи не нуждается. 7 марта в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками областной госавтоинспекции, оперативниками АБЭП и наркоконтроля советского РОВД города Гомеля на улице Добровской в областном центре был задержан 29-летний неработающий гомельчанин. В личном автомобиле мужчина перевозил без наличия сопроводительных документов некурительный табак на свай в полиэтиленовых мешках. Масса каждого из четырех мешков составила 10 килограммов. Общий вес изъятого контрафакта – 40 килограммов. По оценке специалистов, стоимость незаконного груза равна 80 миллионам рублей. В отношении владельца товара налоговыми инспекторами составлен административный протокол по части 1 статьи 12.27 КАП РБ. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 50 базовых величин с конфискацией ввозимых, перевозимых, хранимых табачных изделий. В Гомельском районе в деревне Поколюбищи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. По неизвестным пока причинам автобус съехал с дороги и едва не угодил в кювет. Фотографиями с места происшествия поделился пользователь в группе «Автоновости Гомеля». По словам очевидцев, пострадавших нет. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. В суд железнодорожного района направлено уголовное дело погромщика из областного центра. Несколько месяцев назад, употребив немалое количество спиртного, 26-летний гомельчанин вышел на улицу, чтобы продемонстрировать окружающим навыки владения техникой рукопашного боя. Объектами нападения нетрезвого хулигана стали припаркованные на стоянке автомобили. В одиночку, выпив бутылку водки, мужчина вышел на улицу и направился в сторону ближайшего автомобиля, чтобы нанести по нему серию увесистых ударов. Чем не понравилось хулигану авто, никто впоследствии так и не смог выяснить. По горячим следам погромщика удалось задержать, но, протрезвев, он сослался на провалы в памяти. Как установили следователи, пьяный дебошир нанес автовладельцам ущерба на 10,5 миллионов белорусских рублей, повредив при этом два автомобиля. Он бил ногами по дверям иномарок, выламывал зеркала и наносил удары по кузову. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» и поместили его в следственный изолятор. Как оказалось, ранее задержанный уже отбывал наказание по аналогичной статье, а также привлекался к уголовной ответственности за подделку водительской медицинской справки. Действия обвиняемого были зафиксированы камерами видеонаблюдения, близ стоящей рядом стоматологической клиники. В настоящее время обвиняемые содержатся в СИЗО 3 УДИН МВД РБ по Гомельской области и срок наказания до 4 лет лишения свободы. Сотрудники управления госавтоинспекцией с помощью благодарных водителей собираются определить самого отзывчивого инспектора Гомельской области. В честь 80-летнего юбилея со дня образования ведомства в ГАИ объявили о проведении акции «Инспектор, который мне помог». Инспекторы дорожно-патрульной службы. Все водители знают, зачем эти люди несут службу на дорогах и в чем заключается их главная задача. Но у каждого свои отношения к представителям этой профессии. Одним инспектор ГАИ выписал штраф, другим сделал предупреждение, третьих поблагодарил и пожелал счастливого пути. Но есть и та категория водителей, которые благодарны инспекторам за помощь в трудной ситуации. Ежегодно сотрудники госавтоинспекции выезжают на дорожно-транспортные происшествия и нередко оказываются там раньше бригад скорой медицинской помощи. От их грамотных действий порой зависит жизнь пострадавших людей. У гомельчан и гостей нашего областного центра появилась уникальная возможность отблагодарить инспектора, который помог либо словом, либо делом вам, когда вы оказались в безысходной ситуации, один на один с бедой. Благодаря вашим отзывам и теплым словам лучшего инспектора наградят специальным дипломом инспектор ДПС, который мне помог. И вручат на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию образованию ГАИ, который состоится у нас в областном центре 1 июля. Участвуйте, присылайте все ваши строки, видео на электронный адрес, либо на почтовый адрес областной госавтоинспекции. В ГАИ не понаслышке знают о том, как важно правильно действовать в сложной ситуации. А потому огромное внимание уделяют практическому обучению водителей. Совместно с Гомельским отделением Белорусского общества Красного Креста регулярно проводят акцию «Не останься равнодушным». Любой участник может узнать, как правильно оказывать помощь при порезах, ушибах, отсутствии сознания и остановке сердца. Проводя такую акцию, очередной раз хотим напомнить всем участникам дорожного движения о том, что очень важно знать и уметь правильно оказывать первую помощь. Ведь от этого зависит жизнь человека. Сегодня мы стараемся уделить внимание сердечно-легочной реанимации. Вот приглашая сюда участников дорожного движения, они демонстрируют навыки оказания первой помощи при остановке дыхания, остановке сердечной деятельности. Одна из задач таких акций – призвать водителей к ответственности за свои действия. Ведь в Гомельской области по-прежнему фиксируется большое количество ДТП, которых автолюбители причинили травмы людям и скрылись с места происшествия. Часто, когда совершается дорожное транспортное происшествие, водитель испытывает стресс. И когда видит, что в ДТП вот пострадали люди, первое, о чем он думает, это как бы сбежать с места ДТП. В итоге он скрывается, не вызывает ни милицию, ни скорость. А у пострадавшего от того, как ему будет оказана медицинская помощь, счет жизни идет на минуту. Чем быстрее, тем больше шансов спасти человека. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями администрации Новобелецкого района Гомеля задержали пенсионерку, которая занималась на территории областного центра незаконными валютно-обменными операциями. Женщина была доставлена в участок вместе с гражданином, который решил продать ей валюту. В общей сложности правоохранители изъяли у нарушительницы сумму денежных средств, равной в эквиваленте 12 миллионам белорусских рублей. Оказалось, что ранее пенсионерка уже попадала в поле зрения милиции за аналогичный вид правонарушения, но не смогла извлечь из этого урок. Валюта, которую они собрались обменять, изъято в доход государства. Плюс каждый из них привлечен к административной ответственности. И в суде им также грозит штраф. Впрочем, как рассказали в милиции, это не единственный случай в областном центре, когда к административной ответственности за незаконные валютно-обменные операции привлекались пенсионеры. В целях недопущения подобных фактов правоохранители проводят регулярные контрольные мероприятия. У первой пенсионерки было изъято более 11 миллионов рублей белорусских, а также сумма сделки 50 долларов США. У второй пенсионерки было изъято 15 тысяч рублей Российской Федерации и более 20 миллионов рублей. Чемпионат и перенство Гомельской области по рукопашному бою и панкратиону принял специализированный зал бокса Центра Олимпийского резерва. В этом году соревнования были посвящены Дню Белорусской милиции. Своих участников делегировали 11 команд. Из военно-спортивного центра «Скиф» город Речица, «Динамовец» город Мозырь, команды спортивных клубов города Гомеля «Легион», Гомельской областной структуры «Динамо», «Сатори», «Титан», «Цезарь», «Единоборство», Гомельского центра Олимпийского резерва «Единоборств», спортивный клуб номер один города Жлобина, войска «Сокол» Могилев, «Дюшор» номер три города Бобруйска. В общей сложности в соревнованиях приняло участие 85 спортсменов. В начале соревнований присутствующие почти лиминутой молчания сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Рукопашный бой и его производная «Панкратион» – спорт мужской, жесткий, требующий максимальной отдачи от бойца. За стремительными и пластичными передвижениями на мате, изящными уходами от удара и применением приемов стоят постоянные и кропотливые тренировки. Пробные спарринги, физическая подготовка. Как и ожидалось, высокий класс бойцов заставил каждого из них отнестись к спаррингам со всей ответственностью. Эффектные зрелищные поединки поражали зрителей своей динамикой и упорством бойцов. У каждого спортсмена были свои болельщики, которые активно подбадривали и переживали за него. Данный чемпионат имеет прямое отношение к УВД Гомельского сполкома, направлен на популяризацию службы в органах внутренних дел, пропаганду здорового образа жизни. И чтобы молодежь поступала в учреждения образования системы УВД, приходила на службу в органы внутренних дел. Либо просто становилась здоровыми, полноправными членами нашего общества. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова